На минувшей неделе в отделе Роспотребнадзора Славянского района прошел круглый стол на тему права потребителей страховых услуг. Что послужило причиной этого собрания, выясняли Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Предметом беседы участников круглого стола стали участившиеся случаи недобросовестных действий со стороны участников страхового рынка. Возникло много нареканий в адрес страховых посредников, а также некоторых страховых компаний, оказывающих услуги по страхованию автогражданской ответственности ОСАГО. Сегодня стоимость обязательного страхования увеличилась на 30%. Общая сумма складывается в зависимости от стажа вождения и технических характеристик двигателя. Но кроме этого, зачастую страховщики навязывают дополнительное страхование жизни, здоровья, имущества. Хотя участие в таких программах добровольное и регулируется законом. Наша задача всех служб, которые стоят на поддержке и защите потребителей, это довести до потребителей информацию, как себя вести, нужно знать закон, какими он защищен правилами, законами, какие у него есть права, как он может в своё право стоять и кто ему может в этом помочь. За год вдвое увеличилось число обращений на противоправные действия страховщиков. Если в 2013 году в адрес Роспотребнадзора поступило 4 письменных обращения и 10 по телефону горячей линии, то в нынешнем 8 письменных и 24 устных. Для того, чтобы обращение было всесторонне полно рассмотрено, сумма банка в том числе, необходимо иметь определенные письменные доказательства, подтверждающие факт навязывания или отказа в заключении договора обязательного страхования САГО. Если страховщик отказывается заключать договор САГО в связи с отсутствием бланков полисов, а также навязывает дополнительные услуги, представители Роспотребнадзора рекомендуют автовладельцам обращаться в Главное управление Центрального банка Российской Федерации в городе Краснодаре по улице Короткой, 12. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».